Всем привет, мои хорошие любители здорового питания и всяких супчиков. Спасибо, что заглянули. Сегодня у нас вот такой вот крем-суп с брокколями и сливками. Очень напоминает этот суп с грибами, который я недавно ела. В общем, мама впервые приготовила. Я вообще брокколи очень люблю. Это полезно, вкусно. Не знаю, я обожаю. И давайте приступим. Дальше у нас здесь манты, сметанка, вишневый сок. Я ненавижу вишневый сок. Просто другого сока дома не было. Поэтому пришлось выпить, так скажем. А выбрасывать продукты, как вы знаете, я ненавижу. Это очень-очень вкусно. Скоро будет рецепт на мамином канале. Обязательно заглядывайте на iCook. Я уверена, что вам понравится это вкуснейшее. Вчера я была на шоппинге. Столько всего купила. Походила по магазинам. Вы знаете, такое ощущение, что война и вот этот коронавирус как будто убил все настроение у людей. То есть раньше, вот весной, идешь в магазин, дофига народу прям. Палец негде поставить. А сейчас вроде нет, все такие грустные. Я мерила брюки. Такие, знаете, как костюмные, только брюки. И девушка в соседней примерочной. Померила два платья. И, по-моему, одни джинсы. Очень красиво ухоженная девушка. Такая, знаете, чекуля, так скажем. Померила. И все мы люди разные. Кто-то капризный. Кому-то сразу нравится. Я, например, что-то меряю, мне сразу нравится. И, в общем, три вещи она померила, ничего не купила. И ушла. Хотя на ней сидела хорошо. И как она ушла. Девушка, которая ей приносила, уносила вот эти размеры. То есть продавщица начала за ее спиной, как только она ушла. Вот, дурочка, ничего не купила. Просто так у меня время отняла. Бесят такие клиенты. Вы что, в магазин, в музей ходите? Просто посмотрела и ушла. Ладно бы она это делала где-то там на кухне, когда пьет чай со своими коллегами. Но здесь это слышу я. Слышат еще две девушки, которые переодеваются. Это настолько некрасиво. Мне хотелось еще что-то померить в этом магазине. Но на подсознательном уровне я подумала, вот сейчас я померяю. Мне тоже не понравится. И за моей спиной вот так вот будут говорить. Это крайне некрасиво. Девочки, если вы работаете в сфере вот именно магазинов, в сфере продаж. Я понимаю, что вы уже натерпелись от таких клиенток. Но все равно, девочки, при именно клиенте говорить, обсуждать кого-то очень некрасиво. Вы тоже завтра в каком-то заведении тоже клиент. Вы знаете, у меня была подруга, точнее есть. И вот мне однажды очень не понравилось, как она себя повела. Она сама работает продавцом в магазине. Мы с ней очень долго дружим. В последнее время как-то меньше стали общаться. Но я ей в лицо тоже сказала, что это вообще... В общем, после ее работы мы встретились, посидели в кафешке. Не то чтобы дорогой какой-то ресторан. Забегаловка. Я знаю быт этого человека, я знаю этого человека в целом. И стол был абсолютно чистый. Приходит официант, приносит нам еду. И она начинает. Стол у вас здесь грязный. Протрите здесь хорошо. Протрите там хорошо. Я лично смотрю на стол. И вот, ребят, он абсолютно чистый. То есть сказать, что прям такой грязный стол. Такое ощущение, что вот ей нравилось доминировать. Я ей сделала замечание. Я говорю, стол чистый был. Зачем как будто издеваться над официантом? Он тоже чей-то брат. Чей-то, возможно, муж или парень. И она это как бы аргументировала тем, что я тоже работаю в сфере продаж с клиентами. С меня же тоже прям требуют. Если с меня требуют, я тоже имею право требуют с кого-то. Просто есть люди, которые натерпелись у себя на работе. Идут к кому-то на работу и тоже достают. Потом она начала. Ой, у вас здесь вилка нечистая. То ли она показать себя хотела, что она такая типа из высшего общества. Потому что я была у нее дома. Сказать, что они такие чистюли, ничего подобного вообще. И больше всего раздражают люди, которые дома почти не убираются. У них грязно дома. А когда они выходят в общество или кому-то в гости, делают вид, что они такие чистоплотные. Такие вот прям на высоте. Я ей сказала, конечно же, свою позицию. Что это крайне некрасиво. Кто-то на тебя сорвался, например. Сказал какие-то неприятные вещи. Это не дает права тебе завтра срываться на ком-то. Какой вкусный супчик. Просто находка. Поэтому, на мой взгляд, прежде чем что-то сделать, нужно подумать. Вот девушка за спиной сразу говорит, ой, ничего не купила, просто померила. Это что, для вас магазин, что ли? Завтра ты тоже клиент в каком-то другом магазине. Представь, что за твоей спиной так говорят. Я однажды была на лазере. Точнее, у меня подруга шла на лазер, а я просто ждала в коридоре, так скажем. Мы вместе гуляли, сидели в ресторане, а после этого пошли на лазерную операцию. И девушка была в хиджабе. Я обычно всегда думала, что в хиджабе все такие вот правильные, такие хорошие. Но в большинстве случаев это так. Например, девочка, которая мне дарила Арифлейм. Она в хиджабе. И очень такая правильная, такая, знаете, веет добром от человека, но не все такие. В общем, выходит девушка, которая была до нас. Она была на процедуре, все тело. И она начинает. Вот после того, как она ушла. Ой, блин, какая она волосатая. Я задолбалась. Сколько излучения. Знала бы я, что она такая волосатая, я бы ей другую цену сказала. Мы до нее сидим. Шели мы были. Смотрим на друг дружку. То есть человек в первый раз нас видит. И при нас уже обстирает предыдущую клиентку. Ничего кунде. Или таксисты, которым ты платишь не наличкой, а картой. Потому что, когда ты платишь наличкой, там, например, выходит у тебя 4, ну, к примеру, в долларах, скажу, 4, 10. 4 доллара 10 центов. Ты вынужден давать 5 долларов. Потому что эти копейки, они как-то не берут, как-то некультурно. А когда картой, ты платишь до копейки. И вот постоянно, когда картой платишь, начинается вот это, ой, невыгодно. Такой путь за такую цену. И просто хочется сказать, а я в чем виновата? Я виновата в том, что ты работаешь в такси. Что мне поделать? У меня в приложении написано эта цена. Была бы выше, я бы все равно заказала бы такси. В общем, мои хорошие, на этом все. Я поела. Было очень вкусно. Ссылку на манты и на суп. Хотя нет, на суп не смогу оставить. Потому что я его еще не смонтировала. Но в ближайшее время будет. Я вам выложу в сообщество. Обязательно подписывайтесь на мой инстаграм. Потому что недавно был прямой эфир. Я ответила на все ваши вопросы. И в ближайшее время опять будет прямой эфир. Так что обязательно подписывайтесь. Всех люблю, целую. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok